Задавайте, я готов прокомментировать, но сами себе боятся. Вы это еще сказали, 2000 на страницах журнала «Горожанин», 2000, можно я рекламу сделаю журнала «Горожанин»? В 2007 году вы это еще сказали, что задавайте вопросы, не задают вопросы. Алексей Николаевич, есть группа журналистов, небольшая группа, 5-6 человек, которые хотят задать вопросы, именно не выясняя, кто виноват, а что нам делать. Мы можем встретиться таким узким кругом, 5-6 журналистов в неформальной обстановке с соком, с молоком фермы «Лакталис», попить молочко и пообщаться. Что делать? Потому что первый шаг, я считаю, это нужно подключить моих коллег-журналистов, неравнодушных коллег-журналистов, которые будут наточены именно на эту тему. Я думаю, что надо объявить клич, и по большому счету мы готовы подключиться. И чтобы, ну, солидность была, даже в этом здании провести это самое, и пригласить всех неравнодушных представителей средств массовой информации, общественных организаций, и провести вот такую встречу. Вот. И не ограничивая, там, сколько человек будет. Сколько будет, сколько будет. Будет 300, будет 300. Будет 20-20. Нам надо найти тех, кого это трогает. Кого это трогает. А если мы просто пригласим, вот на чем оно стартует, на том оно и закончится, и так далее, мы дадим какую-то входную информацию, статистику, ну, реальное состояние в этом направлении, а потом уже, так сказать, ну, можно обсуждать и выходить на какую-то форму сотрудничества какой-то. Дело в том, что все зависит от того, кто этим занимается. Смотрите, я, ну, никто не помогает, скажем, есть, ну, Белоножка. Он, скажем, спортивное издание, да? Но, поверьте, в Украине таких нет. Он пошел по этому направлению, он стал профессионалом. Однозначно. Он грызся туда, и он, конечно, дает информацию. И тут не надо никого побеждать. Он поднял тему, и он, все понимают, что это так. Вот нам надо найти тех людей, которые будут не... А если все будут, мы собрались, а потом найти, а кто будет делать. И когда кто делает, очереди нет. Хорошо, и не единица остается. Все обсуждали, это плохо, это зло, и так далее. Давайте делаем, давайте возьмем на себя. Вы возьмите вот этот раскрутитель шейсов массовой информации, да? Что-то это самое. Эти подготовят информацию, скажем, ну, медицина, там, социологи, психологи, вот. И так далее, и так далее. Когда работать, тогда, оказывается, лопата свободна. Да. Никому... Как правило, так и бывает. Я о чем говорю, поэтому говорить, как в Одессе, говорить о работе, и работать, это две больших разницы. Вот, поэтому я готов, есть и ваша инициатива. Давайте предложение, как вы видите. Хорошо. Как ваше видение, вот как бы вы хотели поставить эту работу, ну, не только в городе, и в области. Ваше видение... Можно вкусно пока это рассказать, потом мы на бумаге все... Нет, надо писать, надо структуровать. Все, все на бумаге. Да. Там надо будет, ну, и для вас надо. Конечно. Это же постановка ваше виднее, что надо сделать. Вы инициатор, я не хочу перехватывать и так далее, это ваше. Но, вы, как вы видите, вот сама работа, как бы вы видели, как ее надо поставить. Мы потом, когда соберемся, мы будем обсуждать каркас. А потом, если будет предложение, пожалуйста, мы будем улучшать, ну, будет рыба, вокруг которой можно работать. А так, если мы придем, вы против детского организма? Против. Вы против наркомании? Против. Кто за то, что мы против? Все. Все. Спасибо, мы правы и работаем. Так не годится. Не, ну, супер. Не, ну, что, прошу. Супер. Я еще раз говорю. Конечно, конечно. Мы можем сами, но... Мы все делали. Перехватывать. Вы теми, вы этим занимались. Вы наработаете вот эту, так сказать, сам. Давайте продолжение. Мы готовы отработать вот таким образом и это самое. Я не думаю, что это растягивать надо. Ну, дадите, если вы... В понедельник мы и принесем. Вот, то нам дней десять чисто на... Я еще раз говорю. Вы посмотрите. Я далек от мысли, что она у вас уже и сформирована. Вот, потому что... Я не берусь в понедельник. Я еще раз говорю. Я не сегодняшний. Если я тут сижу, не думайте, что у меня мало информации по всем общественным движениям. Кто чем занимается. Если вы даже мне не сказали, то это не значит, что я не знаю. Если бы даже хотел не знать, то я не буду знать. Потому что в силу должности много, так сказать, у меня информации достаточно. Так вот, в этой ситуации, но... Тему вы будоражите. Но систематизировать. Коль вы влезли в это, дайте рыбу. Кто кроме вас. Если мы пустим это по административному пути, Ну, общественность тогда поймет... Ну, занимайтесь, занимайтесь. Это ваше дело и так далее. Вы за это заплату получаете. А тут, по большому счету, 80% надо поднять... Общественность. Общественность, народ и показать, что проблема есть. Давайте бороться. А борьба заключается даже не в каких-то... А принцип осуждения общего того и другого. Что раньше, или, скажем, микрорайон, или где-то там поселок, там рабочий и так далее, и так далее. Если кто-то, пацан, идет и курит, То вечером отец приходит уже с полной информацией, как глава администрации. С кем он шел, с кем курил и так далее. И уже с готовым ремнем для проведения воспитательной работы. Вот. Поэтому это общество осуждало и, скажем, говорило. Если не сам за ухо поймает, то, по крайней мере, скажут и родители будут знать, что надо принимать меры. Общество боролось, самоочищалось. А в данной ситуации этого нет, скорее, наоборот. Потому что то, что общество стало рыночным, и оно готово свой продукт продать кому угодно и как угодно. Поэтому давайте так, чтобы мы не остановились точки, договоримся так. Вы поработайте, я по времени, как вы это самое, чтобы там оно не запнулось и не потерялось перечень бумаг, потому что так. Пришло, а меня где-то в Киеве пропустил, пошло на замок. Вот так оно и прошло, как это самое. Передать Юрию Ивановичу, он передаст лично мне. Как передадите, мы посмотрим это самое. Потом определяемся, выходим на форму, ну вот такую. Потом определимся, кого надо. Мне, я думаю, что тут надо было бы пригласить, подключить врачей-наркологов, и чем больше, тем лучше. У каждого своя методика. Ну, так как специфика просто этого процесса. Кто-то работает, ну, скажем, воздействием одним, кто-то работает на препаратах, то есть, ну, а они все считаются наркологами. Их надо, это самое, может, они что-то подскажут, как-то это самое, и так далее. По крайней мере, у них может быть реальная статистика, они могут видеть, что творится. Потому что к ним идут, а с детьми, вы же понимаете, анонимно быстрее всего, либо их отлавливают, либо где-то родители. Поэтому проблема, она загнана где-то вглубь, и мы ее до конца не знаем даже по статистике. И статистики такой вряд ли будут, потому что вроде общество принимает, что этого нет и не может быть в принципе. Вот, так что давайте вот таким образом. Это будет движение. Вот степ-бай-степ, и мы пойдем туда двигаться. Вы делайте, мы рассматриваем. Мы берем себе, ну, пару недель, мы его просто разложим, скажем, по полочкам, и выстроим, скажем, социальные меры, медицинские меры, общественные, информационные. Ну, то есть, пирог этот слоеный, мы попытаемся загнать в систему, потому что побеждает система. А если система не работает, героизм он обычно, ну, только на странице газет только. А так, чтобы мы тогда выключили. Вот таким образом. А потом мы скажем предложение, как вынесем на вот то мероприятие, мы готовы организационно, скажем, там, подключиться, чтобы, скажем, там были районы и так далее. Провести вот такую работу. Евгений Николаевич, ну, еще пару слов, как бы, я все-таки журналист, как бы, интервью. У вас вот три дочери. Расскажите секрет воспитания дочерей. Какой секрет? Никакой секрет, я ведь не воспитываю. Я вообще не знаю, что такое. И вообще расскажите. Но они не стали главными. Или, вернее, покажите мне примерную семью, как воспитывают. Утром проснувшись, говорят, ты же, Ванечка, Петенька, Волочка и так далее, смотри, чай пей за 20, не позже, чем за полчаса до выхода из дома, да? Вот, чтобы горло привыкло к температуре. Ты же смотри, лево, переходя к другу и так далее. И так далее, и так далее. Это чушь несусветная. И мировой опыт говорит о том, что воспитание, примером, по аналогии, дети действуют. К чему? Я буду говорить правильные слова, да? А пришли гости, и я говорю, не пейте, не это самое, пришли. Ну, оно же общество какое? Я могу не пить, но это не значит, что я буду запрещать другим. Я пригласил там любой праздник и так далее. Я, наоборот, должен приглашать, наливать, да, там и так далее. А потом еще и разговоры те, которые это самое, и оценочные характеристики. Когда пришел друг, знакомый, брат с ваттами и так далее. В разную ситуацию дети сталкиваются. Ну, ну,